Еще один вопрос. Скажи, Буклак, почему вы до нас пришли? Не пришло. Скажем, не 104. День 4 до 5. 22. У нас остановилась. 5 травня, пятница, 11.00 годы. Вот по дороге, когда мы ехали, Аграр Почпотеев увидел самого мужчину. Он назывался Телефорный. Он сказал, что он раздал, что он звонит военному и призывал, чтобы... Ну, так, то есть нас уже всех выловит. И он приказал, что я не успею. Потом, после принадлежа военнослужащих, он сидел с правой отправителя. Он развернулся, и начал выражающим форумом не приказывать, что я выстрелю. И аргументирует это тем, что мы не доедем в наших войск, что мы не вызываем подмогу, что нам вообще угрожает опасность. Я пострадавшего в это время не видел. Я увидел, но только когда мы с ним поравнялись, я выстрелю коробку в очередь, тем самым я не делал. То есть цели у вас убивать не было? Все эти события, и, соответственно, бюджетного акту, стали с большей споговоренностью. Я считаю, что это неприятное, что выражаетесь. То есть высшее вероятное, что выражаетесь. А свои думы там делали мне это все. И машину из воеприпасов не делали, и там делали. Я думаю, что ему, что лично угрожаетесь. У меня уже тут угрожаетесь. Но, если его поменялись, на наших морозах, когда они сметили, хлопцы угрожают в битву, за то, что стали. Я не буду против. Кто начал отдавать приказы? Ну вот, первым отдал приказ, который он по гражданскому предмету. Это был прапорщик. Адвокат, оскільки вы только что начали пройти в участковом заседании, уложите склад...